Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами новинка. То, что у нас не было. Это казахское блюдо. Называется Can2B. Если я правильно произношу, если нет, извините. Решила нести некое разнообразие, пробовать блюдо, которое я никогда не пробовала. За кадром, кстати, тоже не пробовала. Сегодня мы с утра с мамой встали и целый день готовили это блюдо. Мясо варилось очень долго. Хотя в рецепте там сказано, что совсем чуть-чуть нужно проварить. Но я люблю, когда мясо прям разваливается. Давайте попробуем. Здесь вот такие что-то вроде манты. Хотя нет. Вроде бы одни и те же ингредиенты. Но в разных вариациях это получается абсолютно по-разному. Давно я для вас снимала бешпармах. Он тоже мне очень понравился. А это блюдо выглядит намного аппетитнее. Это тесто. Уже конец летом. Не то чтобы конец. В августе у нас просто везде начинаются грандиозные скидки на все летнее. Я вчера вечером хотела сделать очередной заказ шейн. А потом в последний момент остановилась. Думаю, ведь это все можно купить здесь у нас в городе. Хочу себе обувь на каблуках. В позапрошлом году купила себе обувь на каблуках на скидках две пары. А потом на следующий год просто открыла коробку и поняла, что мне это не нравится. У меня, например, мама такой человек, она одну вещь может 10 лет носить. А я нет. Проходит, например, один сезон. Все, мне разонравилась вещь. Плюс-минус. Но есть вещи, которые мне нравятся. Которые я ношу долго. Но у меня до сих пор в шкафу висят платья с шейном. Которые я ни разу не носила, прикиньте. И не то, чтобы эти платья мне не нравятся. Просто как-то все в одном и том же хожу. На покупки поднимают мне настроение. Мне раньше очень нравилось, что в Заре консультанты не надоедают тебя. Со словами, а можно вам помочь? А может вам чем-то подсказать? Последний раз, когда я была в Заре, столько людей... Вещи просто висят помятые. На витрине вещи помятые. Прикиньте. Столько людей покупают. У консультантов что-то спрашивают. Они говорят, ну не знаю. Посмотрите, поищите. Я откуда знаю. Проходят мимо. Мы вот недавно когда с подругой гуляли. Еще скидок не было. Все по полной стоимости. Вроде, а сколько людей просто. Сказать, что вещи какие-то качественные. Мне кажется, чем покупать вещи в Заре, по крайней мере, у нас в Азербайджане, лучше чуть-чуть добавить и заказать что-то из миддл-маркета. Все-таки Зара это масс-маркет. Но столько людей все что-то покупают, что-то меряют. Я настолько отвыкла в магазинах что-то мерить. Мне настолько удобнее заказывать. В большинстве случаев я попадаю в точку. Мне нравится, как сидит на мне. Я в последнее время даже не смотрю на размерную сетку. Просто беру S и все. Не заморачиваюсь. Очень долго варили мясо. И вот, наконец-то, оно получилось таким, каким я его хотела видеть. сайс варту. Нет, очень вкусно. Нормально. Микветá один и мир. Сон. Я неcito. Миквет. Я представлюсь в горш appetite. Миквет. итак давайте отвечу на пару ваших вопросов которые я взяла из инстаграма привет айка очень часто смотрю твои видео передай привет ангелине ангелина тебе привет пересматриваешь ли ты свои старые видео и какое видео тебе нравится больше всего вы знаете пересматриваю и казалось бы это должно быть не интересно потому что ты сама снимаешь эти видео и что там интересного но я пересматриваю особенно старые видео особенно мукбанки это настолько интересно интересно послушать свои высказывания свое мнение потому что со временем ваше мнение меняется особенно когда я смотрю на свои старые брови и как я их раньше красила когда мне в комментариях писали что какой ужас как-то накрасила брови и она это злилась потому что я-то в зеркале видела красотку мне это нравилось когда мне писали подобные комментарии я думал почему люди меня оскорбляют а сейчас я смотрю как будто я на стороне на месте точнее этих людей блоги свои пересматриваю я ничего не удаляю ну где-то 10 20 видео скрыла но это не связано с тем что мне не нравилось как я там выглядела я их не удалила просто скрыла эти видео из общего доступа вот а так даже те видео где выгляжу ужасно где говорю какой-то бред все эти видео в открытом доступе пусть будут это тоже история иногда задумываюсь вот если бы у меня не было youtube канала я бы просто наверное снимала какие-то видео и оставляла на память потому что фотографии все-таки немножко не моя вот видео не обязательно прям формате влога просто снимать какие-то интересные моменты своей жизни и архивировать у меня например подруга она раньше была моей коллегой берет свой телефон и показывает мне в нем наши фотографии когда мы вместе работали в строительной компании она меня фотографировала я вам даже в инстаграм выкладывала как я сплю на рабочем месте как я интенсивно работала когда я выложил в инстаграм на мое удивление столько людей написали что айка ты раньше была такая естественная такая красивая такая вот девочка девочка а сейчас не очень то есть много людей написали это одно дело они написали это в комментариях то есть один увидел комментарии другого человека написал то же самое или похожие комментарии другое дело я фотки выложила мы с той историей и абсолютно разные люди не знающие друг друга писали плюс-минус одно и то же это естественно немножко меня заставило задуматься но мне больше нравится как я выгляжу сейчас но сейчас не об этом в общем я была в шоке над тем что моя подруга до сих пор хранит в телефоне мои фотографии где я сплю у меня как-то так получается что фотографии все то ли исчезают то ли еще что то не то что чьи-то фотография я порой в инстаграме отвечаю например на вопросы и мне на фоне просто нечего поставить настолько мало всего когда люди показывают фотографии какого-то архива не знаю 10 лет давности я такая думаю нифига себя как они это хранят просто подружки самсунг и там у нее флешкам не просто на бесконечное количество памяти а у меня в телефоне мало так смотрю на себя такая прям ностальгия такое ощущение что я вернулась назад просто оказалась на этом же месте поэтому если у вас есть такая возможность запечатлеть моменты из своей жизни то обязательно этим надо пользоваться обязательно запечатляйте можно даже не выкладывать просто или знаете можно выложить в youtube просто в закрытом доступе видеть будете только вы если вы не хотите что ваши личные какие-то кадры кто-то видел но зато это будет храниться в интернете и как бы место не будет занимать у вас в телефоне блюдо мне очень понравилось но мне немножко не понравилось мясо в том плане что мясо опять же надо было чуть чуть побольше сварить а так все было очень вкусно если вам понравился этому банк то обязательно ставьте лайки и забывайте подписываться с вами была айка пока пока пока